Юго, всем привет! С вами Юнот, с вами Ведьмак, и мы продолжаем наше путешествие. Ну как путешествие? Спасение. Но в этом грёбанном городе есть кто-то, на кого можно положиться. Спокойно. Скоро всё кончится. Угу. Уже скоро. Так я и, как сказать, не из этого города. Я путешественник. Помогаю только по своим интересам тебе и всё. Никакого секрета, никакого обмана. Эй, я! Сможешь его не бить, ты мне мешаешь. Опа. А второго могло бы бить. А то он наш потушит его, наш не особо умный. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. В последнее время по чёту играм не прорисает, не знаю почему. Ага, ща. Даже не вооружённым глазом это видно. Блин. Какая бесполезная. Ещё и маг. Ещё удивляет, почему это их убивает. Ошеломлю, нашеломлю, нашеломлю. И видите, я сейчас себе сделал хорошую броню. Я не могу сейчас найти броню уже лучше. То есть дойдёт момент, когда я улучшу эту броню и всё. Наверное, туда. Не отошибся. Пошли обратно. Да. Холера! Мы не пройдём! Всё напрасно! Подожди. Может, есть другой путь? Кроме бесит. Библиотека? Ну, просто книжки валяются, понятная дело. Многие из них я читал. Трис, я нашёл выход. И я уже начала смотреть. Смотрю. Ну, слабый кэш. Стихи Гонсала де Версо. Хроники якобы раз. Нет! Ты всё вряд ли изданных. Мы вернемся за небо патру. Ух, ты вернись. Ты вернись, сегодня не отзываю тебе ряд. Помню. Но мне тяжело. Я не знаю. Нужно спешить. Я отойду. А ты-то чё стоишь? Ну, двигаешь? Что-то взяла, застряло. Кого много? Кто это? Мыши. Твою душу. А я, наверное, как обычно, нифига не сохранялся, да? Господи, почему меня жизнь ничему не учит? Всего лишь-то взять и сохранить. Неужели так сложно? Скажи мне, Павел. Да. Оказывается, сложно. Но, как говорят, на ошибках учатся. А я их повторяю. Что-то ещё не знаю, чё? Не знаю, походу надо либо чистить, либо уже обменять комп. Стал долго работать и загружаться. Раньше всё это было моментально. Но, с другой стороны, может нормально, может я просто зажрался. Давай, ну же. Хоть бы... Ха-ха-ха. Недалеко бы хоть бы конь автосейв был. Пожалуйста. Погоди. Слышишь? Хух, слава богу. Ух ты, уровень? Откуда у меня уровень? И правда уровень. Ха-ха, вот это поворот. Так. Ну, пока только магия, да? Открою вот эту последнюю цепочку. И здесь мне чё нужно? Этим я не пользуюсь, аски арты, иначе мне не нужны. Увеличивать шанс горения на 20%. То есть, 100% я буду поджигать. Противник под действием знака Ирдана теряет здесь здоровье или эссенции в секунду. Тоже хорошо. Отражает 5 поглощенного урона обратно в атакующего. То есть, вот это хорошо будет против даже Голиафов или ещё что-то. Соберёмся. Отражает урон обратно в атакующего. С щитом я сейчас уже особо не пользуюсь. Большой спец. Помнишь? Холера. Как их много. Ох, ты ж господи. Большой спец. Большой спец. Неудивительно, что здесь было столько крышек. Кто сбрасывает сюда все эти трупы? Мы подрыгнем. Рядом с резиденцией Карла Лореза. И Саркэ. Думаю, это не совпадение. Ну да. Всем известно, что его должники исчезают без следа. Всё в порядке? Пара укусов на стопах и лодыжках. Ну, это пустяки. Обязательно очисти все раны, иначе начнётся заражение. Позже, Геральт. Сначала... Найдём выход к порту. К порту. А ты, минус. Ты, минус, минус. Зачем я сюда побежал, здесь какой-то тупик? В надежде что-нибудь найти. Хотя я лутом не занимаюсь, производством не занимаюсь, ничем не занимаюсь. Това! Фига себе, кто-то здесь всё закидывает. Видно, контрабандист или кто-то в этом роде. Вон, жмур валяется. Тело бледное и сушеное. Вампир. Раны только в области шеи и горла. Да я говорю, вампир. Вот так вот решил заняться контрабандой, в итоге тебе срала какая-то нечисть. Тоже не дожили. Фонарь ещё горит. Они погибли недавно. От укусов в шею. Ну и ладно, погибли так погибли. Это же охотники за ведьмами. Нам их особо не жалко. Слышишь, вампир, ты где? Тама, я тебя найду. Это катакан! Это катакан! Ванкер, берегись, он ядовитый. Гори! Чего ты не поджигаешься? Чего ты не поджигаешься? Всё. О, новый бестяк. Это мой постоянный источник дохода. Ну пойдём. Ща пойдём. Мы только сделаем умное лицо и прочитаем описание катакара. Чёрная кровь, это вампиров. Так, вот хорошо. Первым делом, на чём мы делаем? Нажимаем и... Идём в алхимию. И смотрим, чём мы можем сделать синимутаген. Конечно, делаем. Приманка лезть рта? Нет, нафиг ему не нужно. Никакой больше ингредиентов я сделать не могу. О, улучшенная чёрная кровь. То есть против вампиров это будет само то. Красатка. Увеличивает запас воздуха при плавании под водой в два раза и улучшает подводное зрение. Нужно растения собирать. Крушину. Крушину только под водой найти можно. В общем, проблема, что у меня нет растений. Надо бегать и искать. Так, и теперь глаз бестиарий. Вот. Милители, великая мать, зачти нас от зла от когтей Катакана из Носферата. Катакан и его более грозный родич Носферат, это воплощение людских страхов. Он скрывается в тени и питается кровью. С виду он напоминает огромного нетопыря. Только с длинными клыками и ещё более длинными когтями. И словно этого мало. Вдобавок он ещё становится невидимым. У него золотые браслеты есть. Да. Чё, да, идём. Да. Ты слышишь? Чайки. У нас получилось. Пойдём. Надо подготовить корабль, пока охотники не поняли, что происходит. Я уже тут? Наконец-то. Сколько можно таскаться по подземельям? Успела смотреться, как корабль? Старая калоша. Дерево прогнило, паруса драны, как старые портки. Ах. До ковера доплывём? Если только не будет штормот. Я дам знак остальным. Ты бы руку потушила. Не помочь. Я могу сыграть на скрипке. Или сбегать за цветами и шоколадкой. Эх. Не лезь с ним в своё дело. Мне жаль, но это моя профессия. Ну так как? Ты попросишь её остаться? Что тебе вообще надо? Люблю романтические истории. Особенно со счастливым концом. Они жили долго и... Охотники! Охотники идут! На корабль! Живьём, брат, демонов! Обломил я ему воистину пограгивая. Он мне нужен... Я даже драться-то не буду. Я не напоминаю к ним. В смысле, всё? Дикстра, я не знаю, как тебя... Не время для благодарностей. Садитесь на корабль. И ещё только одно прощание. Спасибо. Я никогда не забуду, что ты для меня сделал. И того, что у нас было. Останься со мной. Геральт. Давать больше не будем. И по крайней мере, не здесь и не сейчас. Госпожа Мерегольд! Пора отчаливать! Пожалуйста. У нас был шанс, но мы его не использовали. Я люблю тебя. Госпожа Мерегольд! Мы отдаём концы! Ну, корабль не такой же плохой. Ну, брат, по крайней мере, ты попытался. Меня когда-то тоже отшила чародейка. Рассказать тебе? Расскажи, мне не помешает. Когда-то я сдувал пылинки с Филиппой Эйльхард. Когда мы оба ещё служили Редании. И вот надушился я, как шлюха в жару. Надел костюм в продольную полоску, потому что она, понимаешь, стройнит. Ну, и говорю ей, Филиппа, столько нас объединяет, все дела. И знаешь, что она сказала? Что продольная полоска всё-таки недостаточно стройнит? Нет. Что? Геральт, повернись. Я не настроен шутить. Да нет, серьёзно. Повернись. Всё-таки осталось. Молодец. Моя ненаглядная. Трис? Я думал, что... Я тоже. Но я передумала. Спасибо тебе. Большое спасибо. Ди экстра. Не обижайся, но... Исчезаю. Меня уже нет. Пойдём отсюда. Куда-нибудь, откуда видно корабли. Веди. Веди. То есть, она позвала, а мы пошли сайп... Ну, она... Короче, она позвала, и мы сказали, ну, Веди. По идее, когда девушки так говорят, значит, ты должен кого-то вести. Теперь-то их не поймают? Не должен. Можешь выдохнуть, правда. Ты прав. Просто я никак не могу поверить, что всё уже кончилось. Я мечтала об этом месяцами. Ты можешь обещать, что перестанешь подставлять шею за других? Нет. Рис, в Новиграде не осталось ни одного чародея. Но есть ты. Я сумею себя защитить. От Кикиморы, Грифона, Бруксы, но не от дикой охоты. Тебе и Цири ещё понадобится моя помощь. И я буду с вами. Да хорошо. Ты так себе это представляла? Нет. Я представляла, что буду на корабле вместе с остальными. А ты, самое большее, будешь махать мне с берега платочком. Надеюсь, ты не жалеешь, что дело повернулось иначе. Говорят, ковер красив в это время года. Но всё-таки я выбираю тебя. неудивительно. Я в это время года тоже довольно красив. Да. Может, мы ещё отправимся туда, когда всё кончится. Это означало бы балы, банкеты, беседы и всякие другие скучные вещи на бэ. Угу. Но также балдахины, бальзамы, безе. Ты бы мог отыграться за все эти годы, когда спал по кустам и мылся в горных ручьях. Заманчиво. Развлазнительно. Но мне ведь не обязательно отказываться от ведьмачьего ремесла. Нет. Ты бы мог иногда брать заказы на разных чудищ, чтобы не выйти из формы. Только не слишком опасные, чтобы я не очень волновалась. А я бы тебя ждала. Дай угадаю. С ужином при свечах? При свечах? Но в постели. Хотя на самом деле можем обойтись без свечей. Не без постели. Ну, эту сценку мы уже видели. Что-то камера вообще не имеет настраиваете. Смотри, они посылают нам сигнал. Вряд ли. Ха. Эл. А. К. Б. Р. Хл. Хлагбар. Никакого смысла. Это код. А ты чего ждал? Ха-ха-ха-ха. Потеряю ещё и будут думать, что это значит. Вот так вот. Лёгкие шалости вели в людей заблуждение. Как всегда и бывает. Класс. Спасибо, Геральт, за это и за то, что ты сказал мне в порту. Я должен был сказать это уже давно. И... что теперь? Боюсь, для... они жили долго и счастливо и ещё слишком рано. Будет ещё время и для долга и счастлива. Да. За семью горами, за семью лесами. Мы живём в жестоком мире, Геральт. Нам тяжело строить планы. Ещё тяжелее в них верить. Даже если очень хочется. Минуту назад у тебя было совсем другое настроение. Пш-ш-ш-ш-ш-ш. Огонёк погас. Не беспокойся обо мне, Геральт, и умоляю, береги себя. Я поеду искать Цири. Я уже близко. К ней или к кому-то, кто знает, что с ней случилось. Где мы встретимся? Мне приходит в голову только одно место, где рады ведьмакам и чародейкам. Каэр Морхен. Я давно там не была. Итак, до свидания. Я буду скучать. Очень. Я тоже. Хм, бастиком жарюсь. А чё она не могла остаться и помогать мне? Вдвоём бы мы работали намного лучше. Видимак и чародейка. Одеколон? Вот. Иконская масть для больных суставов. Дикстра. Ох уж это ведьмачье чутьё. Ничего от вас не скроешь. Да, и от тебя тоже. Ты когда-нибудь от меня отцепишься? Когда-нибудь. Когда ты станешь мне не нужен. Дикстра, что ты затеял на этот раз? Как ты думаешь, сколько чародеев мы спасли? Всего? Не знаю, не считал. Около тридцати. А сколько их осталось на севере? Сколько алхимиков, травников, целителей? Две тысячи три? А что, проводишь перепись? Нет. Меня это печалит. В Новиграде были мы. Но кто спасёт чародеев в Ринбе, в Бонарде, Арткарайге, Кулете? Ты же знаешь, что Родовид не успокоится, пока не перебьёт их всех. Всех до единого. Включая Янифер и Трис. Трогательная речь. А теперь к делу. Зачем ты мне об этом говоришь? Затем, чтобы ты помог мне убить Родовида. Хочешь убедить меня в том, что тебя очень волнует судьба чародеев? Да, волнует. Но, разумеется, не потому, что у меня чуткое сердце. Для меня эти преследования симптом более серьёзной беды. Редание и правит сумасшедший. Я служил отцу Родовида Визимиру. Двадцать лет возглавлял тайную службу. Вместе мы превратили Реданию в самое могущественное королевство Севера. А знаешь, в чём его сила? Думаю, в армии. Глупый ответ. Созвать ополчение, выстроить селян с косами, для этого много ума не надо. Гораздо труднее построить сильное государство со здоровой торговлей, производством, надёжными союзниками, современной наукой и честными и независимыми судами. Нам с Визимиром это удалось после долгих лет чертовски трудной работы. Я не собираюсь сидеть сложа руки и ждать, пока этот мудак всё просрёт. Родовид свирепый, скорее уж безмозглый. Ты поможешь мне, Геррик? Тут короче какая тема. С одной стороны он прав. Родовид вышел из-под контроля и сейчас косит всех чародеев, потому что он им не доверяет, но он бы мог собрать свой какой-нибудь капитул и так далее. Но тоже сложно всё. В общем, он не хотел, чтобы они создали ложе и правили всеми. Он хотел, чтобы короли остались во главе. И если Родовид выживет, то гонения на чародеев останутся, но зато они в гард не продвинутся дальше. Если мы убьем Родовида, то Нильгард захватит ещё больше территории. То есть правильного ответа здесь нет, но Нильгард не против чародеев, поэтому мы скорее всего его грохнем. Я не убиваю королей, что бы там ни говорили. Знаю. Я прошу тебя только помочь организовать покушение. Удар нанесёт кто-то другой. Дикстра, может ты об этом не знаешь? Но ведьмаки всегда сохраняют нейтралитет, так что... Говно это всё. Удобная отговорка, за которой вы прячетесь, когда становится горячо. А сейчас стало очень горячо. Костры пылают в каждом городе. Для чародеев и для твоих подружек тоже. Для нелюдей. А скоро и для ведьмаков что-нибудь соорудят, будь уверен. Тебе нравится такой север? Молчишь. Понимаю. Убить короля это тебе не заказ на накера. Подумай над моими словами. А если поймёшь, что хочешь изменить ход истории вместо того, чтобы плыть по течению, приходи в Пассифлору на чердак. Я буду ждать там. И не один. Я подумаю. Прощай, Геральт. Прощай. Ну, думает, мы не придём. Мы женьки дала. Если вродовит не пытался убить всех подряд. А перчатки ты чё снял? Как шуми бесит, он всё снимает. Грифона. Грифона. Так, задание. Мы ж теперь стали 17-м. Тоже нет. Видимо, ещё заказы. Е-е-е. У меня есть один заказ, который я теперь могу выполнить. Поговорить с командующим дозора Нильфгарда и ещё с кем-то. Ого! пошли сюда. И почитай, считаю, что всё-таки убить родовида самый лучший вариант. О, гуль. Гули-гули-гули. Ха-AN. 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 Хаба! Синуры! Синуры! Давай! Туда! Сюда! Всё! Всё! Минус один! Давай! Они ещё и лечатся! Офигеть! По одному валить надо! Два! Три! Ай! Да чтоб тебе! Ай! Забыл! Я думал он загорелся! Стой! 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 Минус два! Так! Это сложно! Так! Нужно им будет показать кто здесь главный! Вон чёрт! Ай! Чёрт! Вон чёрт! Трое много! да не прыгай туда нового вали так продолжай ах ты в гад в сторону так нечестно где этот гром y еще полечить мне тут минус один час а а Это живучек, гад. В принципе, с огнем не терять-то нечего. Так, там, наверное, еще один остался. Ага, один он тусит. Удиви меня. Да. На. Простая тактика. Зажать, ударить и бить, бить, бить. Хм. Оказалось проще, чем я думал. Не, конечно, я мог и на более низких уровнях с ним справиться, но толку-то. Эй, есть кто живой? Если да, можете выходить. Вы уже в безопасности. И че, есть кто живой? А, ведьмак. Да. Что тут случилось? Нильфгардцы пришли, грабили, искали золото, будто оно у нас когда-то было. Кто их перебил, не вы же? А я-то и не знаю. Должны быть те бестии, каких вы поубивали. На моей памяти это первый раз, когда Гули пришли выручать деревню из беды. Выглядя, они и заказы ведьмачи начнут принимать. Что случилось, то и случилось. Чего ворошить? Вы что-то скрываете, я собираюсь узнать, что именно. Да нет тут ничего. Даже черные ничего не нашли. Не стой на пути. Даже черные ничего не нашли. Ага, а я найду. Потом вам обоим проломлю голову. Его ударили о землю с большой силой. Внутреннее кровотечение. Явно не Гули. Нужен ключ. Опа. Осмотреть деревню, используя чутьё. Вы что-то скрываете от меня, сволочь. Тут нет ничего интересного. Челюсти способны раздавить панцирь. Запах крови ещё сильный. Попробую пройти по нему. И где он сильно ященчивый? А вот он. Куда он ведет меня? Чё-то я не понял. Сюда. Там ничего нет. Следы ведут к этому дому. Что здесь случилось? А что тут должно было случиться? Спрашиваю последний раз, что стало с нильфгеарцами и что за этой дверью? А я почём знаю. Послушай, если ты мне всё не расскажешь, вы все можете умереть, понятно? Ты готов взять на себя такой груз? Под деревней Хады. Хады? Развалины эльфские. Мы оттуда выгребаем потихоньку всякие разности для новиградских купцов. Никто не думал, что оттуда что-то полезет. Раскопали мы одну коморку, а там спала бестия. Отпорки мы разворачивали, чтоб свотом валился. Ну, должно быть, чудище не прихлопнули. Как выглядел этот монстр? Под землёй темно было, я не видел. Тогда как он убивал нильфгеарцев? Я сбежал, так что не рассматривал. Давай сюда ключ от двери. Ты хочешь туда войти? Нет, я пролью воск по бородке ключа и угадаю, кто сидит под землёй. Давай. А теперь поправь меня, если я ошибаюсь. Вы докопались до логово чудовища. Засыпали вход, но нильфгеарцы откопали его заново, когда искали сокровища. Бестия убила чёрных и вернулась в логово. Вы хотели их похоронить, но трупный смрад приманил гулей. А потом появился я. Так всё и было. Не иначе. Теперь я спущусь вниз. Если меня долго не будет, бегите. Заколачивать дверь гвоздями толку нет. Из туннелей наверняка есть другие выходы. Сейчас заметил, что это ножна просто такая боковая. То есть он не вставляет и он может вытащить прям просто в бок. Доски наверняка можно поднять. Ну давайте с чудовищем разберёмся уже в следующей серии. Пока. Всем хорошее настроение. Всем до следующей серии. Всем пока.